Готовность к открытию летнего сезона идет в плановом режиме. В этом году в детских лагерях края отдохнут 54 тысячи детей. На протяжении последних четырех лет у нас сохраняется сумма финансирования летней оздоровительной компании детей. Это 264 миллиона 569 тысяч 900. Фактически удерживаем, не снижаем. В настоящее время в реестр организации летнего отдыха входит 554 учреждения. Данный список может быть уменьшен. Все зависит от подготовки учреждения к сезону. У нас такая ситуация по Читинскому району, в частности лагеря «Огонек». То есть район не подготовил лагерь, причем это второй год подряд. И поэтому в этом году мы им отказали в финансировании. В этом году навсегда закрыл свои двери детский лагерь «Солнышко» в селе Преображенко из-за нерентабельности и низкой наполняемости. Отсутствует финансовая возможность восстановить лагерь «Восход» в селе Смоленко, пострадавшее от июльского наводнения. Лагерь «Улыбка» на Молоковке находится на капитальном ремонте. Также оказался закрытым лагерь «Березка». В муниципальной собственности три лагеря – Чернышевский район «Робинзон», Тунгаконический район «Кучегер» и Нерзоводский район «Солют» – это проведение капитальных ремонтов, поэтому эти лагеря не открываются. Причем Кучегер, «Робинзон» – это на протяжении уже трех лет. Пожалуй, единственным способом решения всех этих проблем является разработка федеральной программы по субсидированию развития инфраструктуры летнего отдыха, оздоровления детей. Только поддержка федерального центра может исправить сложившуюся ситуацию и увеличить так необходимое для края финансирование. Недостаточно для содержания детей и недостаточно в таком приличном виде, в нормальном. И недостаточно для того, чтобы сохранить и улучшить инфраструктуру, в которой дети отдыхают. Вот эта проблема сегодня как бы выходит на первый план. Задача непростая. Делаются попытки правительством Забайкальского края, министерством образования нашим, для того, чтобы привлечь федеральные деньги. Наталья Протаковская, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ.